Питер Брегель Расширил самостоятельным трудом. Можно даже представить себе, какой была это его начальная школа. Посмотрим на сатирическую гравюру, исполненную по рисунку Брегеля. Она, как и многие другие работы Брегеля, иллюстрирует сатирическое изречение. Осла не сделаешь лошадью, даже в парижской школе. На школьной скамье осел. Сняв очки, он безнадежно, тупо уставил сел ноты. Изображение не ограничивается прямой иллюстрацией к подписи. Мы видим класс, заполненный множеством учеников разных возрастов. Самый старший школьник с тоской выглядывает из-за решетки школьного карцера. Остальные ученики сидят на полу, некоторые вокруг учителя. В руках раскрытые буквари. Видны крупно написанные буквы. Другие, пользуясь тем, что наставник не обращает на них внимания, озорничают, гримасничают и кувыркаются. Третий зубряд. Наставник с пучком розок, воткнутых в поля шляпы, порит ремнем нерадивого шкалера. Как это обычно у Брегеля, на гравюре реальные сцены школьной жизни совмещены с гротескными и фантастическими образами. Двое учеников сидят, как под крышей дома, под огромной шляпой с павлиным пером. Один залез в неизвестно как попавших в класс улей, а оттуда вылетает рой пчел. Тела некоторых учеников перекручены, как у балаганных паяцев, исполняющих номер «Человек без костей». Эти изображения несут дополнительный смысл, который трудно истолковать, о котором можно только догадываться. Распрямит эта школа скрученных или скрутит их еще сильнее. Когда сматриваешься в гравюру, то, несмотря на фантастичность некоторых ее образов, слышишь и разноголосую глузу брешки, и нравоучительное рассуждение учителя, и плач наказываемого и шепот подсказки, и шлепки ремнем. Парижской школы, о которой идет речь в подписи, Бригель никогда не видел. Но он изобразил не школу вообще, а именно нидерландскую, скорее всего деревенскую. Если внимательно вглядеться в гравюру, можно заметить одну выразительную подробность. На голове самого крошечного ученика круглая крестьянская шляпа. Сквозь ее поля продет черенок деревянной ложки. Точно такую шляпу с ложкой можно видеть на других работах художника, изображающих деревенский быт. Слово, нам кажется, что эта гравюра, скорее всего, воспоминания о собственной школе и о паре учения в ней, о маленькой деревенской школе, где одновременно учатся и дети, и великовозрастные парни, где один наставник преподает и начатки азбуки, и латынь, и все остальные науки, а также вершит суд и расправу. Обстановка класса и условия учения, педантический облик наставника, физиономия учеников, нехитрые учебные пособия. Все это, оно подробно, точно, живо, видно, не придумано, освежу в памяти. Вспомнилось, как вспоминают со взрослым, не меркнущие в течение всей жизни картины школьных лет. Особенно школьные страхи. Субтитры создавал DimaTorzok